Основная волна ЕГЭ по химии прошла, и кто бы мог подумать, что самое волнительное происходит сейчас, пока мы ждем результатов. Но как только результаты будут известны, необходимо предпринимать решительные действия по увеличению своего итогового балла. И я говорю про апелляцию. Давайте обсудим в сегодняшнем ролике, какие апелляции бывают, как их подавать и какие подводные камни существуют. Всем привет! Меня зовут Тася Фламель, и я готовлю к ЕГЭ по химии. И когда-то я тоже ходила на апелляцию и даже отстояла два первичных балла. Правда, это был экзамен по математике, а не по химии, но суть от этого не меняется. Для начала разберемся с тем, какие апелляции существуют. Их всего две. Апелляция о нарушении порядка проведения экзамена подается в день экзамена в том месте, где вы этот экзамен пишете. До выхода с пункта проведения. То есть, если что-то произошло, вам это не понравилось, это мешало вам решать вариант, и вы понимаете, что да, это критично, нарушаются ваши права. Вы должны обратиться к проверяющему, который находится в аудитории, и сказать, что вы хотите подать апелляцию о нарушении порядка проведения экзамена. В том случае, если ваша апелляция будет удовлетворена, ваши результаты за этот экзамен аннулируют, а вас пригласят писать экзамен в резервный день. Если же комиссия не согласится с вашими аргументами, то вашу апелляцию не удовлетворят, и вы получите тот балл, на который успели написать вариант. Апелляцию стоит подавать только в том случае, если действительно происходит что-то мешающее вам писать экзамен. Но кажется, что эта информация уже не актуальна. Мы с вами в ожидании результатов, и поэтому давайте поговорим об апелляции, о несогласии с выставленными баллами. Вопреки популярному мнению, можно подавать апелляцию как на первую, так и на вторую часть. Но на первую часть можно подать только техническую апелляцию. Подается она в тех случаях, когда компьютер неправильно считал ваши ответы, неправильно их распознал и, соответственно, неправильно оценил вашу работу. Поэтому, как только вы узнаете, какой балл вы получили, обязательно сверьте свой скан с той табличкой, где будут расшифрованы ответы компьютером. Сравните, а действительно ли вы написали 1-2, а не 4-2, как говорит компьютер. И в том случае, если действительно есть какая-то ошибка, вы можете, вы должны подать апелляцию и вернуть заработанный балл. Но чаще подают апелляцию на вторую часть, которая проверяется экспертами. Апелляцию можно подать в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов. Обратите внимание, что результаты, как правило, приходят раньше официальной даты. Поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы проконсультироваться со своим преподавателем. Вы должны обратиться в конфликтную комиссию, которая располагается либо в школе, либо в каком-то другом образовательном учреждении вашего района или города. Лучше всего узнать в своей школе, как подать апелляцию и куда стоит ехать писать заявление. Они обладают этой информацией и обязательно вам помогут во всем разобраться. В некоторых регионах апелляцию можно подавать онлайн через сайт госуслуг. Если вы не согласны с тем, как оценили одно из заданий второй части, то будьте готовы к тому, что конфликтная комиссия перепроверит всю вашу работу. И нередко бывают такие ситуации, что ученику несправедливо оценили, ну, например, задание номер 30. И проверяя работу, я вижу, да, здесь должен стоять максимальный балл, а стоит, например, всего лишь один. Но когда я начинаю проверять работу дальше, я замечаю, что в 32 номере в одном из уравнений реакций пропущен коэффициент, а балл за задание стоит максимальный. Получается, что если такой ученик пойдет на апелляцию, ему вернут балл за 31 задание, но снимут балл за 32. И в итоге суммарный результат не изменится. А иногда бывает такое, что в процессе перепроверки находят ошибок больше, чем хотелось бы ученику, и в результате балл понижают. Я советую вам идти на апелляцию только в том случае, если вы на 100% уверены в своей правоте. И если в работе нет ошибок, которые не были замечены экспертами. Или если количество баллов, которые вы можете потерять, меньше, чем количество баллов, которые вы можете приобрести. В том случае, если ваша апелляция не была удовлетворена, а вы считаете, что вы правы, вы можете обратиться в вышестоящие инстанции и обжаловать решение конфликтной комиссии. Надеюсь, что вам не придется столкнуться с такой ситуацией и вообще, что вашу работу проверят правильно с первого раза. Как я упоминала в начале видео, я сама ходила на апелляцию, потому что была не согласна с тем, как оценили мою вторую часть по математике. И я успела проконсультироваться с несколькими преподавателями, со своей школьной учительницей, с коллегой этой школьной учительницей, со своим репетитором. И только после того, как все они мне сказали, что да, Тася, нужно идти на апелляцию, я пошла. Вам я тоже советую обратиться к преподавателю, которому вы доверяете и который имеет опыт проверки заданий второй части ЕГЭ, для того, чтобы убедиться, что действительно вам незаслуженно сняли балл и что вы приобретете больше, чем потеряете. Если вдруг этот ролик посмотрел кто-то, кто уже успел побывать на апелляции, будет здорово, если вы поделитесь своим опытом, положительным или не очень. Я думаю, что эта информация может быть полезна ребятам, которые сейчас принимают решение, апеллировать или нет. Ставьте лайк, делитесь со своими друзьями, которые тоже находятся в ожидании результатов экзамена. И смотрите другие ролики, чтобы отвлечься. А если вы только собираетесь сдавать ЕГЭ в следующем году или, может быть, через пару лет, то записывайтесь к нам на курсы подготовки. И, кстати, на курсе я рассказываю, как оформлять задания, чтобы ни у кого не было шанса поставить вам меньше балл, чем вы заслуживаете. Ссылочка на курс есть всегда в описании к видео. Как и вы, я жду, когда же придут результаты по химии. И очень надеюсь, что каждый из вас получит тот балл, который ему нужен для поступления в ВУЗ. Делитесь своими результатами, делитесь своими ожиданиями. И увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok